три пацана забираем кирюшу папа с кучей вещей в принципе все он видите кто как забирает детей дети получили массу удовольствия кирилл очень довольный что-то он от нас убежал доедает свою пиццу каждому заказали по маленькой пицце вот он вчера не съел у них осталось два кусочка они сегодня сами решили доесть идем анют говорит вчера они сначала пиццу кушали потом они искали клад ходили на площадку туда аж к лидлу далеко вот там говорит в виде клада у них было мороженое вот там они погуляли вернулись назад здесь у них еще там было по две конфетки вот потом у них была ночная сказка они зажигали свои фонарики настольные лампы в общем валентина говорит что последний ребенок в одиннадцать уснул вот они сами после того как ну разогребляют еще сидели там и в пол четвертого спать не говорит спать хочу не могу в общем дети вообще в полном восторге там сейчас творился какой-то хаос вот но все довольны и все очень довольны и валентина довольная говорит первый раз у нас было так говорит все весело и классно в этом году вот так что вот такое веселое мероприятие стали на стоянку под турецким сейчас пойдем сначала в русский потом в турецкий куплю себе каши запас вот стасу там надо подкупить продают арбузики половинки арбузиков вот его 69 центов за килограмм помидоры огромные по евро 49 лук по 49 центов за килограмм зато он имбирь по 49 за 100 грамм идем русский да да он там следом русский находится сейчас посмотрим что там черешня красавица по 6 евро персики огромные по 249 помидоры по евро 99 помидоров каких только нет видите разные есть по 89 центов в общем будем брать мясистые груша 2 19 красивая картошка 89 центов яблоки 59 закупились так в русском по-серьезному много нам чего надо все по заканчивалась то сейчас спустит это все в машину а мы пойдем в турецкий вот но ходить по магазинам и не зайти в дм это же просто невозможно всегда надо что-то купить я покупаю такие активно пакетики на застежках и вот эти вот бумажные под биомусор принципе на регулярной основе вот думаю может быть взять упаковочки для кексиков может быть спеть испечь кирюше на день рождения кексиков и еще дополнительно тоже по итогу я купила круто девчонки кто в германии в дм появилась новая услуга можно снять деньги на кассе только что она мне предложила говорит разве карты рассчитываетесь но только от тех кто карты рассчитывается кто наличкой нет раз вы картой мол рассчитывайтесь вы можете снять деньги раньше у нас это можно было сделать только в эдаке вот теперь теперь можно и в дм супер уже как мне нравятся эти цветы вообще конечно город молодец он по украшал видите и там цветы и там цветы везде цветы покажу вам волосатые коленки нашего главного грильщика гриль футбол стас высказал идею что нам нужен стол побольше нам нужен балкон побольше не было нормально или этот желательно еще приусадебный участок скорее всего да все на коленках мы перешли на телевизор здесь как-то лучше смотрится играет франция с аргентиной да 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 не это чуть-чуть видео снимаю франция с аргентиной 42 мы ставили на 22 но как-то они уже переиграли все что мы ставили и у них еще 10 минут плюс дополнительное время смотрим в напряжении вкус и вкусно попрыгай как ты умеешь коту умничка как спортивный ребенок ну я просто обязана вам показать результат моих трудов вот он чайник который меня полностью удовлетворяет девочки вот он сделан в моем стиле как я хотела я им абсолютно довольна здесь я уже учла все все нюансы которые я не учла в этих двух чайничка они качественные вот но вы просто как стас говорит у меня комплекс перфекциониста там где-то я вот не так вот мне пришита но вот так вот не так она мне выглядит то есть вот эти они тоже они хорошие чайнички они как бы качественные да но что-то вот в них было не так ну нюансы здесь допустим с крышечкой я провозилась немножко ее по-другому сделала вот здесь чуть-чуть вот когда я пришивала кант я чуть-чуть по-другому его сделала вот плюс с украшением знаете когда я смотрела ну как девочка делала то есть я посмотрела как ее украшение у него конечно по-другому я пыталась найти свой стиль какой-то и в итоге когда я шила уже этот чайник ну вот так вот мне виделась вот так мне хотелось и да я вот воплотила в действие все не меня результат полностью устраивает скажите мне пожалуйста как вам этот результат нравится не нравится в общем напишите мне пожалуйста хотела вам еще кое-что показать с этим я уже закончила давно наверное будет видно вот смотрите видите мозолька это вот результат того что я 6 месяцев не вязала вчера мне пришел заказ на мои вязаные игрушки в общем там не надо было пельмешков навязать но я их еще буду упаковывать потом сниму яичные яичницу я вот сейчас довязываю еще мне нужно сделать три фрикадельки у меня как раз пошла только шарики взяла внутрь фрикаделек то есть я их обвяжу просто до вокруг и получится вот такие фрикадельки в пасту и я вчера значит взялась вязать капец просто и и поняла что мозгами я вообще не помню понимаете я не помню как вязать но я взяла в руки крючок нитку и как-то руки сами все сделали завязали первый узелок набрали петельки вот не без того что некоторые я распускала и переделывала да это тоже было вот но в целом вчера я как-то так подсела и мне так оно пошло 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 я вот навязала немножко конечно темп уже у меня не тот что был раньше надо еще до вязать одну яичнику и 3 фрикадельки тогда будет заказ готов вот отправлю ну вот этот вот набор мне как бы не стыдно сказать я отправляю за 12 евро вот если честно меня вчера немножко даванда шокировала сейчас вам покажу письмо в общем мне вот вчера пришло письмо о том что вот мы как бы даванда там коллектив даванда сообщаем вам что с 30 августа 2018 года спустя 12 лет работы сайт даванда закрывается они были проданы магазину etsy все вы прекрасно знаете дают магазин эти это международный магазин интернет-магазин для рукоделия и вот они сообщают что да они проданы мол этому магазину и теперь они будут думать как переместить магазин который есть на даванда магазин etsy у меня есть на эти магазин то есть мне как бы новый создавать не надо но у меня эти был постольку поскольку я не как бы не всегда им пользовалась и если честно я его под запустила и теперь мне нужно до создать хороший магазин на эти потому как все до конца августа и закрывается даванда я если честно немножко подрастроилась потому как сайт даванда мне очень нравился кроме того что они берут большой процент денег до от заказа на за размещение за обналичку но вообще как сервис даванда был очень классный но опять же что не делается то делается к лучшему значит нужно осваивать новую платформу до продавать на эти плюс эти это международный магазин и то есть это не только не ограничен германии до распространен по всему миру просто нужно будет найти как поставлять заказ наименее затратным путем есть у нас только дичей другие есть поставщики кстати девочки кто отправляет допустим за рубеж какие-то посылки возможно вы мне посоветуете почтового до агента который берет не так дорого как дичей потому как дичей конечно просто грабительских берет за посылки допустим тоже там от родным украину мы отправляем исключительно посылки с автобусом потому как отправлять дичей это во первых идет три недели как минимум а то и 4 и и как бы еще и денег платишь очень дорого да дорого и неэффективно вот поэтому кто знает пожалуйста поделитесь мне эта информация сейчас очень актуально муж вчера мне принес вот такие цветы девочки они нереально пахнут это просто такой запах обалденные розы и такой насыщенный густой запах это просто нечто кстати у меня сейчас уже девятый день моего выздоровления завтра последний день когда я принимаю таблетки я похудела за весь этот свое за свое приключение на 4 килограмма но наде как говорится были бы кости а жирно растет вот завтра уже добью эти таблеточки конечно это большой удар по здоровью столько антибиотиков вот столько лекарственных препаратов но дай бог все будет хорошо да и я распрощаюсь со своим гастритом навсегда еще хотела вам сказать как хорошо что у тебя в друзьях есть врач вчера к нам приходил наш друг в гости мы грилили немножко и он врач по профессии так вот я его там пара спрашивала подопрашивала по поводу своей предстоящей операции вообще о последствиях о последствиях наркоза в общем все какие-то страхи которые у меня были я вот его допросила с пристрастием прости меня толик прости аня что я твоего мужа так про эксплуатировала но если честно я ему очень благодарна он вчера просто развеял мои страхи посмотрел мои анализы вот сказал что я абсолютно здоровая женщина у которой несмотря на ее пищевые аллергии и вообще то что это мясо не ем и т.д. и т.п. у меня замечательный гемоглобин удивился что он у меня высокий спасибо им огромное просто вы мои ангелы-хранители короче аня делает мне настроение а толик успокаивает мои нервы спасибо вам ребята я вот тут вот сидела и подумала а не отдать ли мне эти чайнички в хорошие руки девчонки кто хочет себе чайничек пишите пожалуйста комментарии под видео да и пишите какой чайничек вы хотите хорошо и давайте в следующем видео я разыграю ну я не знаю вот это не розыгрыш в общем вытянем до билетик если будет много людей кто ну желающих на чайнички поедут они к вам в гости чем не их копить да я своего добилась сделала то что мне хотелось пусть вот вас тоже порадует мой результат сегодня россия испания но молодцы еще держится 11 пока счет до растут совместный просмотр довязала и упаковала назначили дополнительное время но что-то они ползают по полю как мои сшитые улитки по другому не могу сказать что испания через ползает и вообще не ясно ну короче вот результат моих трудов ну как говорится бывает что и палка стреляет такие россия испанию выкинула по пенальти но выкинула